Эхоэзотерики заключается в том, что человек, который занимается эзотерикой, знает ключ к фортуне. Если фортовый, то тогда фортовый во всем. И безопасность. То есть, если есть форт, то обязательно должна быть безопасность. И колебание этой двойной карты, с одной стороны безопасности, а с другой стороны защиты, с одной стороны фортуны, а с другой защиты, является ключевым элементом познаний эзотерики. Ради этого и занимаются. Знаете, мне нравятся люди, которые говорят, нет, надо душа, чтобы... Ну, надо. Надо. Но душа надо, чтобы она была нищая, страдала. Тогда зачем эзотерика, зачем изучать, зачем эти все мантры? Можно все завершить, идти в монастырь, помогать, строить, стирать, молиться с утра до ночи, развивать душу. Зачем мирская жизнь тогда? Зачем? Если мирская жизнь... А из чего состоит мирская жизнь? А кто ее создал, эту мирскую жизнь? Если правильно рассматривать это все, то Бог создал. Значит, ему нужно, чтобы жить, чтобы люди жили в мирской жизни? Ну, наверное, нужно. А что подразумевает мирская жизнь? Бедность, богатство, болезни, здоровье, везение, невезение, любовь, отвращение, там, жену, не жену, мужа, не замужем, дети есть, детей нету и так далее. И если Бог это создал, то получается, с одной стороны, есть там, где не пруха фактическая с болезнями, со всем остальным, а с другой стороны, наоборот, пруха, везение и везде почет, уважение. Тогда должен быть, должна быть какая-то схема, вот эта схема, она и называется эзотерическое понимание мира или философии мира, придерживаясь которой, можно выбрать для себя путь, исследовать ему. И тогда плавно получается, как вот в этом письме, когда женщина говорит, да, да, вы представляете, вот не было денег, сидела я рядом со своими детьми, без квартиры, без машины, и не было у меня денег. На однокомнатную 40-50 тысяч не было, а через два года купила двухкомнатную, ну уж поверьте, не за 50, а за 150. Потому что там, где она живет, это очень дорого стоит. Евросоюз. Ну и, конечно, я могу сказать, что школа помогла, несомненно, несомненно. Почему? Потому что я знаю своих учеников, там Мочеренко начинали, не квартиры, не машины, с женой вредной и так далее. Только разошелся сейчас. Прекрасная жена, машина, квартира, ры. Я смотрю на всех учеников. Я смотрю на учеников тех, кто исповедует философию, движется правильным путем, слышит то, о чем я говорю, идет и правильно идет, все своим путем. Внезапно получает, не внезапно, кто-то один путь выбирает, кто-то другой путь. У кого-то деньги на первом месте, у кого-то счастье, у кого-то каждый себя находит. Это большое счастье вообще найти школу Кайлас. Поехали.